Кто чаще всего заражается педикулезом? Конечно, школьники. Проводя много времени в школе, они активно общаются и тесно контактируют между собой. Поэтому заражение происходит быстро. На заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии озвучили статистику больных педикулезом школьников. Директора, в свою очередь, смогли задать волнующие их вопросы. В интернете интересные фильмы набираются, найдете коллеги. Вот в классах руководителя мы давали ориентиры, и они в своих классных собраниях показывали. Конечно, профилактики педикулеза в школе должны уделять много внимания. Но ведь при таком количестве обучающихся возможны сложности. А так ведет осмотр педагог, подроспись о состоянии здоровья, если что-то настораживает, отправляют к медикам, когда они есть. Вот 64-й блок у меня, да? Там сегодня 216 человек, и всего полстанки медсестры, которая насколько прибегает, она не знает, за что схватиться. Вот ситуация с историей, да? Вы знаете, что должны быть осмотры два раза в день детей с записью и делом, и температурой, и так далее. Кто это будет делать? Также директора поднимали вопрос, а как быть с теми, кто заболевает этой неприятной болезнью в стенах своего дома? Очень яркий пример – ветряная оспа. Вы знаете, если неуплеснительно соблюдать все противоэпидемические мероприятия, но это больше касается садов, то разомкнуть этот круг можно. И то, что у нас происходит с осени практически, то есть у нас пылают практически все детские сады, и вот они пока по кругу, все дети у них не пройдут, у нас карантин. Это все-таки говорит о том, что, ну, наверное, недостаточно внимания, может быть, тут, конечно, и медицинские сотрудники где-то вас подводят, но, понимаете, это не должно быть, там два пункта выполнено, а один нет. То есть если написано, вот как все, то есть дети и изолированы должны быть, и не посещать ничего, и не участвовать нигде, то вот тут вот все должно быть четко. Если хотя бы один пункт не соблюдается, мы с вами получаем распространение заболеваний. Совсем скоро настанет пора, когда дети разъедутся по летним лагерям. Там профилактика педикулеза, конечно, также актуальна, но есть и другие. Есть санитарные правила 31-55-13, это требования к устройству и содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, в котором есть пункт 1-6, который гласит юридическим лицам ИИП, деятельность которых связана с эксплуатацией детских и оздоровительных лагерей, необходимым срок не позднее, чем за два месяца до открытия оздоровительного сезона.